Здравствуйте! Тема урока «Температура. Способы ее измерения. Температурные шкалы». Сегодня на уроке вы научитесь описывать измерения температуры на основе теплового расширения, а также узнаете, как представлять температуру в разных температурных шкалах. Итак, начнем. На прошлом уроке мы с вами начали говорить о том, что молекулярно-кинетическая теория должна описать свойства тел, исходя из молекулярного строения. И один из вопросов нашей темы урока – чем горячее тело отличается от холодного? Поскольку молекула имеет массу, значит, она обладает кинетической энергией. Для того, чтобы охарактеризовать тепловое состояние тела, мы используем физическую величину, которую называем температурой. Температура является мерой средней кинетической энергии молекулы тела. Чем больше средняя кинетическая энергия молекул тела, тем выше температура. Итак, температура – это физическая величина, которая характеризует степень нагретости тела, то есть его тепловое состояние. Для того, чтобы измерить температуру, используются специальные приборы, которые называются термометры. До появления термометра человек судил о степени нагретости тел по ощущениям, горячо или холодно, тепло или холодно. Итак, термометр – это прибор для измерения температуры тела или окружающей среды. Первым вопрос в науке о теплоте – как ее измерить. Кто изобрел термометр? Сама жизнь потребовала его изобретения. Итак, термо означает теплота. Метр – мера. Таким образом, термометр – это измеритель теплоты. Вы можете почувствовать разницу между горячим и холодным. Эту же разницу могут измерить термометры. В 1592 году итальянский ученый Галилео Галилей создал первый прибор для наблюдений за изменениями температуры, назвав его термоскоп. Почти все вещества, существующие в природе, при нагревании увеличивают свой объем, то есть расширяются. Это происходит потому, что при увеличении температуры молекулы или атомы вещества начинают двигаться быстрее. Например, в твердых телах атомы начинают сильнее колебаться около своего положения в кристаллической решетке, отчего им требуется больше свободного пространства. В результате тело расширяется, а объем жидкости и газа увеличивается с повышением температуры из-за того, что растет скорость теплового движения свободных молекул и частота столкновения их друг с другом. Люди давно научились использовать тепловое расширение для своих нужд. Один из примеров такого использования жидкостный термометр. При нагревании жидкость в баллончике расширяется и, вытесняясь из него, поднимается по трубочке, вдоль которой расположена шкала со значениями температуры. Чем тоньше трубочка, тем сильнее по ней перемещается жидкость и тем точнее можно измерить температуру. При охлаждении резервуара жидкость сжимается и ее уровень в капилляре понижается. Спирт замерзает при температуре минус 117 градусов по Цельсию и поэтому с помощью спиртового термометра можно измерить и отрицательные температуры. Другим типом термометра является газовый термометр. Он более точный и пользуются им метрологи. Термометрическим веществом в газовых термометрах является газ, водород, азот, гелий. Он заполняет баллон, который соединен с манометром. При нагревании давление газа возрастает, о чем свидетельствуют показания манометра. При остывании баллона давление в газе понижается. Пирометр. Как он устроен и как он работает? Пирометр необходим для дистанционного измерения температуры. Пирометр состоит из инфракрасного или теплового датчика, электронные схемы которого преобразуют сигнал, выступающим из датчика и дисплея, на котором отображается измеренная температура, а также кнопки включения пирометра. Любой объект из излучает инфракрасное или тепловое излучение. Попадает на тепловой датчик. Датчик передает принятый сигнал на электронный блок и пирометр отображает измеренную температуру. Какая польза от теплового расширения? Расширение твердых тел также используется людьми. Известно, что при нагревании разные металлы расширяются по-разному. Если соединить две пластины из разных металлов между собой, получится так называемая би-металлическая пластина. При нагревании она начнет изгибаться в ту сторону, где находится металл, расширяющийся слабее. Если в этой стороне расположить электрический контакт, у нас получится датчик температуры. Такие датчики используются в противопожарной сигнализации. Всегда ли тепловое расширение полезно? Не всегда. Его приходится учитывать при строительстве трубопровода. Если увеличение длины гвоздя при нагревании заметить на глаз невозможно, то перепад температур между зимними холодами и летней жарой может увеличить длину километровой трубы почти на метр. Для того, чтобы трубопроводы не искривлялись при нагревании, на них делают специальные п-образные сгибы. По этой же причине, когда строят линии электропередач, провода делают провисающими, чтобы зимой, когда их длина из-за холода сократится, они не порвались. Термометры бывают. Жидкостные термометры, механические термометры, электрические термометры, пирометры. Жидкостные термометры. Принцип работы основан на изменении объема жидкости, которая залита в термометр, обычно это ртуть или спирт, при изменении температуры окружающей среды. Используется в медицине. Ртутный – это градусник, в метеорологии – спиртовой. Механические термометры основаны по тому же принципу, что и жидкостные, но в отличие от жидкостных в качестве датчика выступает металлическая спираль или лента из биметалла. Используется в автоматических системах. Что жидкостные термометры, что металлические, их действие основано на тепловом расширении вещества. Электрические термометры. Принцип его работы основан на изменении сопротивления проводника при изменении температуры окружающей среды. Обычно используется в лабораториях и на производстве. Оптические приборы используются в теплоэнергетике. Термопары используются в автоматизированных системах управления или контроля. Термометры позволили открыть один из важнейших законов природы – закон теплового равновесия. Температура тела будет изменяться, пока не придет тепловое равновесие со средой. Закон теплового равновесия. У любой группы изолированных тел через какое-то время температуры становятся одинаковыми. То есть наступает состояние теплового равновесия. Самая распространенная в мире шкала Цельсия. Измеряется в градусах по Цельсию. 0 градусов по Цельсию – температура таяния льда при нормальном атмосферном давлении. 100 градусов по Цельсию – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Данная шкала имеет как положительные, так и отрицательные значения. Выше 0 градусов по Цельсию – положительные значения. Ниже 0 градусов по Цельсию – отрицательные значения. Следующая шкала Кельвина – научная шкала для описания различных тепловых процессов. Была изобретена Кельвином, который оттолкнулся от одной единственной температуры. Он взял за 0 Кельвинов такую температуру, при которой прекращается тепловое движение частиц в веществе. Таким образом, такая шкала имеет только положительное значение. Ниже 0 Кельвинов не существует. Как перевести температуры градусов в Цельсию в температуре Кельвина можно простым соотношением. В чем заключается простота? В том, что величина градуса у них одинаковая. Если вы посмотрите по шкале, 0 Кельвин равен минус 273 градус Цельсия. 0 градус Цельсия равен 273 Кельвина. Соотношение шкалы Цельсия и шкалы Кельвина выглядит следующим образом. Т равно Т градус плюс 273 по Кельвину. Т равно Т минус 273 градус Цельсия. В США и некоторых других странах используется шкала Фаренгейта. 32 градуса по Фаренгейту температура таяния льда. 212 градусов по Фаренгейту температура кипения воды. Измеряется в градусах по Фаренгейту. А теперь переходим к практической части нашего урока и выполним ряд упражнений для проверки понимания и закрепления пройденной темы. Задание первое. На рисунке показана часть шкалы прибора термометра, висящего за окном. Температура воздуха на улице равна. Правильно, 18 градусам по Цельсия, так как цена деления шкалы равна 2. Задание 2. Какой из приведенных ниже вариантов измерения температуры горячей воды с помощью термометра является наиболее правильным? Правильно, под номером 2. Термометр опускают воду и ждут до тех пор, пока температура перестанет изменяться. После этого, не вынимая термометра из воды снимают его показания. Задание номер 3. Переведите в кельвины. Минус 20 градусов по Цельсию, 37 градусов по Цельсию. Переведите в градусы по Цельсию значение следующих температур. 300 кельвин, 100 кельвин, 673 кельвина. Вот и правильные ответы к заданию. Т равно минус 20 градусов по Цельсию плюс 273 равно 253 кельвина. Т равно 37 градусов по Цельсию плюс 273 равно 310 кельвина. Т равно 300 кельвин минус 273 равно минус 173 градус по Цельсию. Т равно 673 минус 273 равно 400 градусов по Цельсию. Сегодня на уроке мы разобрали принцип измерения температуры на основе теплового расширения вещества. Выяснили, как температурная шкала Цельсия связана с абсолютной шкалой Кельвина. Урок окончен. До новых встреч!